Напоминаю, этот канал не коммерческий и нуждается в вашей поддержке, денежно-информационной и технической. Так как канал теперь под постоянными санкциями разной степени тяжести, подпишитесь на резервные ресурсы. Все данные в инфобоксе под любым видео. Спасибо всем откликнувшимся. Расплата за вековое лицемерие. Анна Шафран на РТ за 10 марта 2021 года. Лицемерие британской королевской семьи – это традиция, а мало что Британия так чтит, как свои традиции. Привычка провозглашать одни ценности, а практиковать другие возникла у них еще в средние века. С одной стороны, закон един для всех, включая короля, с другой – полное бесправие тех, у кого нет достаточного количества денег, чтобы нанять себе адвоката. И это у англосаксов, часто встречающаяся ситуация не только в Британии, но и в бывших колониях – США, Канаде, Австралии. Да и не только у англосаксов, а у аристократов в целом, по всему миру, где их не уничтожила, как у нас революция. Ни для кого не секрет, что это крайне закрытая консервативная социальная группа, на которую в самой меньшей степени влияют веяние моды и времени, даже если на словах они декларируют другое. В общем, джентльмен к западу от Нила не отвечает за действия джентльмена к востоку от Нила, и наоборот тоже. С одной стороны, столетиями культивируют гомосексуализм в закрытых аристократических школах, а с другой сажают за него в тюрьму и проводят химическую кастрацию. Британия есть Британия. Королевскую семью обвинили в расизме, но это же чистая правда. Это полностью соответствует действительности, какие бы попытки оправдаться они и существующие им граждане не предпринимали. Да, британцы и их королевы по-прежнему несут бремя белого человека, чтобы не декларировали. Это, к слову, частая ситуация, когда чужаков встречают неприветливо. Тут дело даже не в расизме, а в инстинктивном неприятии не своих чужаков. Не свой может быть преимущественно не по расовому или национальному признаку, но и по социальному. Кстати, напомню, что рабов англичане покупали у туземных вождей, с которыми вели себя крайне вежливо. У вас товар, у нас купец. Все такое. Основная причина, по которой королевская семья не приняла Меган Маркл, это то, что разведенная, то есть девушка с историей, что совсем не камильфот для членов правящих династий. Из неблагополучной неправильной семьи отец и мать тоже разведенные. Актриса это занятие не очень соответствующее статусу супруги принца, ну и уж плюс ко всему мулатка. Тут целый букет из неудобств, даже при повышенной лояльности британской монархии в 21 веке. В принципе, в этом в очередной раз вскрытом гнезде лицемерия не было бы ничего нового и шокирующего, если бы не одно большое «но». Мир действительно изменился. Без попыток выстраивания новой реальности и активного участия королевской семьи в этом предприятии, мы помним заявление о трудностях ковидного времени наследного принца Чарльза. Без поддержки новой морали, включающей в себя непременную инклюзивность. Когда роль Анны Болейн в кино исполняет не гритянка, а старейший университет Лестера, исключает из своей программы произведения английской литературы раннего и позднего средневековья, ввиду неправильного взгляда в этих текстах на расовое сексуальное разнообразие. И вопросов к королевской семье было бы не так много и претензии были бы не такими серьезными. Но, как говорят у нас в России, назвался «груздем, полезай в кузов». Если вы, королевская семья, провозгласили борьбу с расизмом, с яростью революционного пролетариата, получайте плоды и возврат бумеранга. Либо надо лучше прятаться, либо не бежать впереди паровоза. Потому что так не бывает, чтобы ты формулировал идеи и продвигал их в широкие народные массы, а сам жил как-то иначе. Получай, все сполна. Лицемерие здесь метафизически не пройдет. В какой-то степени мы наблюдаем сегодня действия божьего промысла на примере событий с британской монархией. Но и, безусловно, за годы беспощадного колониализма, с непрерывным грабежом подконтрольных стран, за пиратство и интриги в конечном итоге приходится платить. Сначала вы их грабили, теперь они пришли к вам. Сила действия равно силе противодействия. Причем давайте не будем упускать все сложности и хитросплетений разворачивающихся событий. Куда фактически бежали бедняжки Гарри и Меган от диктата контроля и лицемерия королевской семьи? Где нашли укрытие и понимание, а также средства к существованию? В США! Союзнички опять прислали британцам черную метку. Все, мол, теперь и вы, целая правящая королевская династия, у нас на крючке. Будете неправильно себя вести, кто знает, что еще могут рассказать впоследствии Гарри и Меган. Так вот, добрые отношения, такие вот добрые отношения ближайших партнеров. Пересмотрите фильм «Реальная любовь». Там эта национальная психотравма британцев показана во всей красе. Только в рождественской киносказке британский премьер может возвысить голос противоамериканского президента в реальной жизни? Это невозможно. Нам, русским, понять такое, конечно, сложно. У нас любить так любить, ненавидеть так ненавидеть. И, к слову, мультикультурализм и дружба народов, как бы это ни нравилось нашим западным партнерам, это наше ноу-хау и наша традиция, успешно воплощенная в жизнь века назад, еще со времен Российской империи, через Советский Союз и до сегодняшнего дня, мы живем в том самом мирном разнообразии, которое европейцам и американцам и не снилось. От Тувы, Башкирии, Татарстана до Дагестана, Чечни и прочих регионов России. Лицемерие у нас не приживается. И слава Богу! Пусть они теперь сами разбираются с делами, которые сами и наворотили. А мы посмотрим. Может, даже что-то посоветуем, если попросят. Но они не попросят. Что ж, сами виноваты. Анна Шафран. Расплата за вековое лицемерие. Я надеюсь, это просто орфографическая опечатка там была в конце статьи. С учетом того, что Анна Шафран ведет передачи на телеканале «Спас» и она верующая, слово «Бог» пишется с большой буквы. «Бог» пишется с большой буквы.